Вырастить своего Илона Маска. В Ленторе открыли стационарный технопарк на базе Центра детского творчества. Какие навыки школьники могут получить там уже сегодня и как предложил развивать проект глава муниципалитета в будущем. Ядро поселка в Светомино завершили строительство двух спортивных объектов и зданий администрации, что начнут возводить в сельском поселении в следующем году и как изменится соседний населенный пункт. Достижения и промахи власти района подвели итоги 2021 и рассказали о планах на будущее. Здравствуйте, меня зовут Валерия Кудрявцева. Это программа «Говорит район». События муниципалитета, интервью, проблемы и их решения, говорит Сургутский район. Показывает телеканал «Сургут-24». Новогодним подарком для детворы Лентора стало открытие технопарка. Локация, где школьники смогут получать новые навыки, появилась на территории Центра досуга и творчества. Несколько кабинетов оборудовали по последнему слову техники. Каждый класс – отдельный модуль. Так ребята смогут освоить электро- и радиоинженерию, полеты на квадрокоптерах, программирование и даже научатся водить автомобиль на симуляторе. Десятиклассница Валерия Семенова, к примеру, выбрала для себя направление мультитворчества. В новом центре девушка решила анимировать стихотворение «Зима» любимого автора Сергея Есенина. Как объясняет Валерия, для нее рисование – это медитация. Раньше я, помимо СДТ, сама дома рисовала. У меня тоже планшет, но он достаточно старый и трудно рисовать. Поэтому то, что сейчас открыли студию, анимации – это очень хорошо и помогает мне развиваться. Намного проще рисовать, нет никаких зависаний, все гладко и удобно проходит. Также планшет достаточно удобный. Центр в Ленторе – это часть комплексного муниципального проекта «Детский технопарк». На территории района уже функционируют два стационарных – в Белом Яру и Федоровском. И один мобильный, который курсирует по отдаленным поселениям. За три года на оборудование этих обучающих площадок потратили 60 миллионов рублей. Чиновники отмечают – проект живой. Изначально кванториумы оснащают базовым оборудованием, но со временем их можно развивать. Глава Сургутского района на открытии Ленторского центра, к слову, предложил несколько идей. Давайте, чтобы детворе создать условия, чтобы собрали водородный двигатель и электродвигатель. Чтобы ни на картинках, ни в компьютере, а своими руками. Может быть, Илана Маска, конечно, не вырастим, но хотя бы представление, что такое альтернативные источники энергии будут иметь. То есть, надо создать, это, понятно, будет дорого, лабораторию, где детвора могла бы собрать, мы же говорим, что там с нефти надо перескакивать на какие-то иные источники. Вот, чтобы они собрали водородный двигатель и электродвигатель. Пока школьники Лентора будут тренировать мозг, ребята из Сытомина смогут подкачать мышцы. В сельском поселении под конец года завершили сразу два спортивных объекта. Крытые хоккейные корты и комплекс с универсальной игровой площадкой и тренажерами. На очереди строительство молодежной резиденции. Не обделили вниманием чиновники и соседнее поселение. Когда в Лямино появятся досуговые центры, знает Мария Ливанян. Скромная одноэтажная с десятью кабинетами. Так теперь выглядит место, где будут работать специалисты администрации сельского поселения Сытомина. Однако глава населенного пункта отметил, для нас этого более чем достаточно. Раньше чиновники трудились в здании центра досуга и творчества. Занимали второй этаж. Такая локация была не слишком удобной для пожилых жителей. Планировку с нами согласовывали постоянно. Мы согласовываем. Ну что-то здесь, когда ведем, мы с СТП полностью перейдем, освободите его, да? По соседству с новой администрацией два свежепостроенных спортивных объекта. Комплекс с универсальным игровым и тренажерным залом и крытый хоккейный корт. На возведение обоих потратили почти 85 миллионов рублей. Ледовая площадка, к слову, в поселении была, но открытая, из-за чего не пользовалась популярностью. Теперь после появления современного комплекса глава сельского поселения подумывает о создании местной команды. Хоккейной команды у нас нет на сегодняшний день, но наша задача вот именно с открытием хоккейного ледового корта, ну может быть действительно в будущем будет хоккейный, научить наших деток хотя бы стоять на коньках. То есть постепенно идет развитие, первоначальная стадия, понимаете, да, физической подготовки, потом идет следующее, следующее. Ну я думаю, давайте так обозначим, лет через пять будет, наверное, уже хоккейная команда, профессиональная практически, да. Завершающим звеном в обустройстве центра Сытомина станет молодежная резиденция. Отдельное здание расположится на территории школы. Контракт с подрядчиком уже заключен. Стоимость почти 30 миллионов рублей. У нас в 2022 году будет устанавливаться здесь спортивная открытая площадка. Вот мы ее здесь тоже схематично обозначили. Это все влазит. В следующем году в Сытомина также планируют начать благоустройство набережной Аби. В январе проработаем ТЗ, что мы хотим увидеть в конечном итоге. Лимит денежных средств определили. И наша задача до 1 июля получить уже проект с положительной экспертизой. Сделаем, а там у вас улица, ну не улица, а берег-то. Там только делай и делай. Не обделяя от внимания мы соседнее поселение. В Лямино уже определен участок для благоустройства парка площадью 4 тысячи квадратных метров. Общая стоимость 47 миллионов рублей. Реализация проекта разделена на два года. Рядом с общественной зоной отдыха построят молодежную резиденцию. Во время рабочей поездки решили дополнить эти объекты спортивным залом и хоккейным кортом. По аналогии с Сытомина надо и хоккейный корт, и спортивный зал построить. Спортивный зал здесь есть. Мы провели капитальный ремонт три года назад. Вон, арочное помещение. Ну, я думаю, что жители Лямино заслужили более лучшие условия для занятия спортом, культурой. Завершающей точкой рабочей поездки стала база отдыха «Ляминские берега». Объект реконструируют не первый год. Недавно тут завершили строительство столовой. Однако проблемным вопросом остаётся отсутствие централизованного тепло- и водоснабжения, из-за чего база не может функционировать круглый год. Если в этот же, собственно, проложить трёхтрубку, когда тепло, вода, то и к каждому дому подвезти. И тогда мы уйдём от расходов на электричество. В каждом домике у нас по четыре, по пять конвекторов. Ориентировочная стоимость строительства сети тепло- и водоснабжения – 23 миллиона рублей. Ещё 15 понадобится на установку септика для столовой оборудования, для соблюдения требований антитеррористической безопасности, укладку тротуарных дорожек, обустройство зон отдыха у домиков и другие работы. Всё это планируют сделать в следующем году. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Денис Зонов. Специально для программы «Говорит район». Конец года – хороший повод, чтобы оглянуться назад и увидеть, какой путь удалось пройти за 365 дней. Итоги 2021-го подвели и в администрации Сургутского района. Сделано было, как оказалось, немало. Чего именно удалось достичь? А какие дела получится завершить в 2022-м, знает Дмитрий Круговец. Историю культурно-досугового центра в Белом Юру некоторые местные передавали из уст в уста, как легенду. Здание начали строить 10 лет назад, но именно в 2021-м удалось максимально приблизиться к логическому завершению. Проект скорректирован. Стоимость со 100 миллионов рублей увеличилась до 500. Контракт на завершение заключили. Открыть двери КДЦ должен в 2022-м. Еще один объект из копилки долгов – бассейн в Федоровском. Должны получить не позднее 20 января экспертизу по плавательному бассейну Федоровский. Тоже наш, скажем так, долг перед жителем Федоровского. И надеюсь, что в следующем году приступим к его строительству. Узнаете, что дважды заключали инвестконтракт, дважды подрядчик выходил на строительство по инвестконтракту, дважды приступая, понимал, что не может вытянуть этот объект. В этом году приняли решение уже от отказаться от инвестконтракта, расторговаться по 44-му федеральному закону. Ну и опять же, да, начинали со 140 миллионов, сейчас уже приблизились к 170. В уходящем году удалось получить окружное финансирование для покупки новых квартир по программе переселения из аварийного фонда. 600 миллионов рублей на эти цели правительство Югры выделило в ноябре, таким образом, за год. На улучшение жилищных условий в муниципалитете потратили 1 миллиард рублей, выкупив больше 200 жилых помещений. Еще 15 квартир приобрели для детей-сирот. Поздравляем вас. Ключики открываются, смотрите. 220 миллионов рублей только из бюджета Сургутского района впервые выделили на капитальный ремонт и реконструкцию дорог. На эти средства удалось отремонтировать 82 тысячи квадратных метров полотна. Впервые за всю историю муниципалитета проезжая часть с твердым покрытием появилась в Сытомино и Лямино. Продолжается строительство двух школ на 1100 мест в Нижнесартымском и Солнечном. Их готовность 80 и 60 процентов соответственно. Открыть их планируют к новому учебному году. Завершили в 2021-м реконструкцию котельной в Высоком Мысок. В январе на газ переведут и объекты в Лямино и Сытомино. Однако год был богат не только на достижения. Из-за удорожания строительных материалов некоторые подрядчики отказывались выполнять работы и требовали увеличения финансирования. Так, контракт по реконструкции очистных сооружений в Русскинской, например, сохранить не удалось. Потребовало увеличение стоимости, контракт был расторгнут. Сейчас производится корректировка проекта. К сожалению, все дорожает. Если по Федоровскому удалось сохранить и договориться, поскольку здесь тоже уникальное дорогое оборудование, единственный производитель, фирма Кавитон из Томска, но тем не менее пошли на сохранение контракта, то по Русскинской, по мнению подрядчика, он не сможет выполнить проект без убытка. В настоящее время проект корректируется. Планируем в 2022 году. Ведущий проект этого года – создание сети молодежных резиденций. Это места для досуга, оснащенные по последнему слову техники. Кроме площадок и оборудования для создания медиаконтента, в каждом поселении есть свои приоритетные направления, такие как, например, гидропоника или военно-патриотическое воспитание. Всего на территории муниципалитета появится 7 резиденций, и в 2021-м открыли три – в Русскинской, Высоком Мысу и Локосово. В этом году дали старт созданию еще одного места для подрастающего поколения – детской школы искусств в Барсово. Для этого выкупили капитальное здание площадью 1500 квадратных метров. После переоборудования уже в мае следующего года там расположится самый большой в Сургутском районе киберкласс, молодежная резиденция и творческие кабинеты. Цели и планы на 2022-й, к слову, глава муниципалитета уже обозначил. И они, как уже принято, масштабные и амбициозные. Поэтому на развитие района в следующем году планируют потратить 1 миллиард 780 миллионов рублей, что примерно на 10% больше, чем в 2021-м. Дмитрий Круковец, Валерия Кудрявцева, Сергей Куликов. Специально для программы «Говорит район». По словам Андрея Трубецкого, приоритетные направления развития Сургутского района неизменны с 2016 года. Это реализация жилищных программ, улучшение материально-технической базы образовательных, культурных и спортивных учреждений, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ЖКХ, благоустройства и дороги. Однако, как известно, каждый год муниципалитет реализует проекты, которых еще не было во всем округе, а порой и в стране. В 2020-м это был мобильный технопарк для пенсионеров. В 2021-м – сеть молодежных резиденций. В следующем году таким амбициозным и масштабным центром притяжения станет Барсова гора. Сегодня историко-культурный центр уже создал виртуальную экскурсию по будущему туристическому комплексу. Как только сойдет снег, начнется строительство двух прогулочных троп. Далее на месте появится здание музея. За три года археологический памятник планируют превратить в главную туристическую точку Сургутского района и даже всей Югры. Чтобы действительно можно было не только там со всей Югры пригласить или там страны, а чтобы не мы на пирамиды ездили смотреть, а они к нам приезжали на Барсову гору. Давайте вот Югру посмотрим, но нигде такого места знаменитого у Рощи нет. А ничего мы для него не сделали за все эти годы. Ни в советское время, ни в постсоветское время. Вот, наверное, пришло время. Это была программа «Говорит район». Все выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте indifiznews.ru в одноименной вкладке, а также на YouTube-канале «Сургут-24». Тругая актуальная информация в удобное для вас время доступна также в официальных аккаунтах в Instagram, Telegram и ВКонтакте. Мы желаем вам в новом году больше поводов для радости и только хороших новостей. До встречи в 2022-м! Субтитры создавал DimaTorzok